Здравствуйте! Это программа «Тема дня» и наша рубрика «Городская среда». С вами я, Александра Ганапати. И сегодня мы с вами поговорим на очень актуальную востребованную тему, а именно о процедуре передачи жилья собственнику от застройщика. Прежде чем мы начнем эту тему обсуждать, я хотела бы представить наших гостей в студии. У нас сегодня в гостях эксперт-строитель Алексей Федоров. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! И наш адвокат Оксана Дмитриева. Оксана, здравствуйте! Уважаемые гости, я хочу начать нашу тему сегодня просто с банального вопроса. Предположим, у нас семья решила купить квартиру в новом многоквартирном доме. Люди уже выбрали на сайте дом, район, в котором они хотят жить, и даже планировку будущей квартиры. Вот скажите, пожалуйста, вот на этом этапе кому лучше обратиться в первую очередь для того, чтобы обезопасить себя во время совершения сделки? Александра, учитывая то, что основной момент первоначально это с договором связан, то человеку необходимо обратиться в первую очередь к юристу, чтобы разъяснить все нюансы конкретного договора. То есть, Оксана, значит, с вас начнем. Да, Александра, я безусловно согласна в данном случае с Алексеем. Действительно, я полагаю, что во всех случаях, и в том числе в этом, необходимо начинать с юриста. И в первую очередь нужно получить проект договора с застройщиком, который я изучу. Расскажу о тех нюансах, которые не всегда увидит покупатель недвижимости. Расскажу о тех подводных камнях, которые могут поджидать участника долевого строительства. А уже окончательное взвешенное решение будет принимать у нас сам участник долевого строительства. Для российского законодательства у нас в целом характерен принцип свободы договора. Однако это не значит, что в договор могут быть включены абсолютно любые условия. Есть такие условия, которые непременно должны быть в строгом соответствии с действующим законодательством. Например, цена жилого помещения может быть изменена уже после заключения договора, если сам договор такую возможность предусматривает. Если в договоре есть основания, порядок и условия изменения этой цены. В то же время, что касается гарантийного срока, то гарантийный срок на оборудование, входящее в состав объекта, меньше чем три года быть не может. Закон это прямо запрещает. То есть два года нельзя, четыре года можно. У застройщика в силу закона есть обязанность передать участнику долевого строительства объект, качество которого будет соответствовать условиям договора, требованиям технических, градостроительных регламентов, проектной документации, а также иным обязательным требованиям. А вот можно я хочу уточнить этот вопрос? Скажите, пожалуйста, есть такой термин. То есть человек, который покупает, предположим, квартиру на этапе строительства дома, мы называем его дольщик. Дольщик или участник долевого строительства. Вот, например, как вначале мы привела пример, вот семья хочет купить, уже дом сдан, то есть многоквартирный, и уже открытая продажа квартир. Есть какая-то разница между таким покупателем и дольщиком? Но с точки зрения обращения к юристу, разницы здесь нет. В обоих случаях я порекомендую обращаться за юридическим анализом того и другого договора. А вот что касается содержания самих договоров, то они могут различаться. Это может быть для первоначального участника долевого строительства в чистом виде договор об участии в долевом строительстве, а уже для последующего покупателя это может быть договор, например, уступки права требования. То есть они отличаются немного по форме, по содержанию, и, безусловно, также требуют изучения. Хорошо, давайте тогда резюмируем вот этот вот этап для наших зрителей и слушателей. Значит, получается, семья хочет купить себе новую квартиру в новом многоквартирном доме. Все они выбрали, уже даже планировку. И вот на этом этапе вы рекомендуете обратиться именно к юристу с целью изучить будущий договор, который они планируют заключить. Правильно я понимаю? Да, Александр, все верно. Так, хорошо. Возникает тогда у меня и следующий вопрос. Я думаю, так это, наверное, все-таки к вам уже, Алексей, да, будет вопрос. Вот вся эта юридическая часть урегулирована, да, человек, я так понимаю, на этом этапе начинает задумываться или по чьему-то совету, предположим, да, он начинает искать специалиста, то есть строителя-эксперта, который бы помог им осмотреть квартиру и дать свое заключение. Вот скажите, пожалуйста, почему Алексей все-таки рекомендуется обратиться к специалисту на этом этапе, когда вопрос стоит об осмотре квартиры? Смотрите, когда объект готов, жилой дом и квартиру, необходимо передать собственнику. Это происходит по акту передачи жилого помещения. Если человек, вот обыватель, принимает квартиру самостоятельно, то многих нюансов строительных он может не знать норм, правил. И в момент приемки он может что-то упустить, не увидеть, просмотреть и подпишет акт приема-передачи. И впоследствии у него может возрасти стоимость ремонта, то есть отделочных работ. Поэтому правильным образом необходимо найти специалиста, именно строителя, для приемки такого помещения, то есть с необходимым образованием и оборудованием. Хорошо, Алексей, тогда у меня следующий такой к вам вопрос. Вы сейчас сказали о том, что важно сделать акцент, как я поняла. Человек же, который не знает, как ему выбрать такого специалиста, мне очень важно понять, что вы порекомендуете нашим слушателям, зрителям. Какие должны быть критерии? Вот вы сказали образование, строительные нормы. Вот у нас достаточно на многих в интернет-ресурсах, пожалуйста, куча объявлений таких специалистов. Вот по каким критериям человек должен выбирать этого специалиста? Что это должно быть? Образование, то есть, может быть, какие-то лицензии должны быть, опыт. Или это просто может быть человек с каким-то хорошим житейским опытом в этом вопросе? Давайте раскроем немного вопрос. На текущий момент строгих требований к специалисту по приемке помещения не предусмотрено законодательством. Но в течение прошлого года и до 30 июня этого года действовало постановление правительства об особенностях передачи объекта недвижимости собственнику. В котором приводился перечень требований, которыми такой специалист должен обладать именно для приемки квартиры. На данный момент я рекомендую придерживаться требований, которые указаны в том постановлении. Что они из себя представляют? Такой специалист должен иметь строительное образование. Он должен состоять в реестре НОС-строй или НОПРИЗ. Это организации, национальное объединение строителей и национальное объединение проектировщиков и изыскателей. Если человек находится в одном из этих реестров, это подтверждает его большой опыт именно в строительной сфере. Человек без опыта не может попасть в этот реестр. И когда человек, собственник помещения, ищет такого специалиста, помощь себе, то надо обращать на вот эти нюансы. То есть высшее строительное образование и членство в НОС-строй. И тогда можно гарантировать то, что мнение этого человека, оно будет обосновано. В противном случае, если собственник помещения позовет какого-то опытного человека, но у него нет образования, у него нет опыта. Опыта, да. Ну, у него есть некий житейский опыт, но нет опыта работы именно. То застройщик может не принимать во внимание эти замечания. Так как все замечания должны основываться на фактах и отражать какие-то дефекты. То есть и чему эти дефекты, почему дефект назван дефектом. То есть чему он противоречит, каким строительным нормам и правилам. Вот специалист именно в области строительства, он четко разбирается во всей нормативной базе и может конкретно указать, каким пунктам правил противоречат те или иные виды работ, которые выполнены, например, с дефектами. Просто опытный человек, который занимается строительством, он всех этих тонкостей, как правило, не знает. И второй момент. Для выявления дефектов в основном требуется наличие разного специализированного оборудования. У собственника помещения, как правило, такого оборудования нет. Приобретать его для разовой приемки бессмысленно. Поэтому лучше искать именно специалиста, который в этой области ведет свою деятельность. Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, я вот хотела уточнить. Вы, значит, давайте подведем такой критерий. Значит, человек должен выбирать такого специалиста, основываясь на том, что, первое, это должно быть образование. Да, строительное. Строительное образование. Второе, конечно же, это опыт в строительстве. Правильно я понимаю? И, соответственно, состоять в тех организациях, в которых вы указали. Да. А скажите, пожалуйста, Алексей, а вы также состоите в этих организациях, в которых вы выше указали? У меня высшее образование в сфере строительства. Я внесен в национальный реестр строителей. Опыт работы в строительстве у меня более 20 лет. И, помимо этого, у меня есть еще дополнительное образование именно в сфере судебной строительно-технической экспертизы, что помогает в том числе и при приемке квартир от застройщика. Хорошо. То есть, вот вы там еще указали, что у данного специалиста все-таки, чтобы было в наличии некое оборудование. Правильно я понимаю? Что это вообще за оборудование и для чего оно необходимо? Смотрите, при процессе процедуры передачи квартиры необходимо проверить разные показатели. То есть, работает ли вентиляция, работает ли система электроснабжения квартиры. проверить уровень, то есть, отклонение стен, полов, откосов, окон, дверей. Все, что в квартире установлено, все строительно-монтажные работы, необходимо проверить их на соответствие допускам. Для этого вот масса оборудования применяется. Это анимометры, лазерные уровни, щупы измерительные, рейки контрольные. Поэтому все это у специалиста в момент приемки находится с собой. Сейчас мы немножечко прервемся. У нас сейчас рекламная пауза, а потом мы вернемся в студию, и я задам вопрос нашему эксперту Оксане. Оксана, скажите, пожалуйста, также необходимо, я понимаю, заключить и договор с экспертом, правильно? С экспертом-строителем в данном вопросе. Безусловно, я, как юрист, всегда рекомендую заключать договор. Алексей назвал ряд критериев и тех действий, которые он планирует совершить. И они, безусловно, должны быть обречены в письменную форму. И я бы еще рекомендовала к такому договору приложить документы, подтвердающие квалификацию данного специалиста. То есть его образование, его вхождение в определенные саморегулируемые организации. Это, безусловно, все пригодится на случай, если возникнут судебные споры или какие-то претензионные взаимоотношения с застройщиком. Хорошо, уважаемые гости, давайте тогда мы резюмируем, подведем некий такой промежуточный итог нашей беседы. Значит, вопрос был изначально, что семья планирует купить себе квартиру в новом многоквартирном доме. Они выбрали дом, планировку, район. Значит, обратились в первую очередь к юристу, чтобы согласовать все нюансы по договору, который предлагает застройщик. Все эти вопросы урегулировали, заключили договор. Дальше они находят дипломированного специалиста, который помогает им провести осмотр помещения, то есть будущие квартиры, как я понимаю, и, соответственно, тем самым получит заключение. Правильно? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот у меня, Алексей, тогда тоже к вам вопрос. Поделитесь с нами на своем опыте, чаще всего, в вашем заключении, какие бывают, встречаются дефекты, нарушения? Смотрите, это не заключение, это акт осмотра. То есть по завершению осмотра составляется акт осмотра. Квартиры сдаются, бывает, с так называемым черновым ремонтом, когда выполнена только штукатурка, стяжка, ну, какие-то черновые работы. И бывает, что уже полностью с выполненными отделочными работами. При приемке квартир с таким черновым ремонтом наиболее встречающиеся дефекты – это именно отклонение стен от нормируемых допусков, то есть от вертикалей штукатурка, то есть стены бывают оштукатурены. И, соответственно, вот эти отклонения сверх допуска, их нужно устранять, иначе в последующем ремонте будет повышенный расход материалов. Также часто встречается неправильная установка окон и балконных блоков оконных, и обычных окон ПВХ. Они часто стоят не по уровню, с какими-то перекосами, что в будущем может привести к некорректной работе фурнитуры. Какие-то появятся щели, продувание и так далее. При обследовании тепловизором часто выявляются дефекты скрытые. Это заполнение швов монтажных, как раз-таки при установке окон. Какие-то реже встречаются дефекты теплоизоляции ограждающих конструкций. Ну, в общем, когда квартира черновая, это вот такие окна, стены, реже полы. Если эта квартира сдается человеку с уже выполненным ремонтом, то есть уже отделочные работы там завершены, то там примерно все те же самые дефекты обнаруживаются, но плюс добавляются уже именно финишные слои. Это обои, это могут быть дефекты окраски. Часто сейчас натяжные потолки используют. Соответственно, дефекты по таким потолкам. Как правило, в таких квартирах уже выполнены облицовочные работы в санузлах. Там тоже это наиболее такая многочисленная группа дефектов. Она связана именно с облицовочными работами. Это напольная плитка, может быть, в коридорах, на кухнях. И именно та же напольная и настенная уже в санузлах. То есть вот такие основные группы дефектов, на которые надо обращать внимание. Хорошо. А скажите, пожалуйста, Алексей, вот насколько мне известно, когда строится многоквартирный большой дом, с самого начала этот вопрос курирует, я так понимаю, некая государственная инспекция. Правильно я понимаю? Конечно. Во-первых, проектная документация в обязательном порядке проходит экспертизу, после чего выносится положительное заключение, либо проектная документация дорабатывается. И после застройщик приступает к строительству, после получения положительного заключения экспертизы. А в ходе строительства все многоквартирные дома контролируются государственным органом. То есть получается, что в какой-то момент можно сказать, что покупатель в принципе застрахован. Да. В многоквартирных домах каких-то дефектов, которые угрожают несущим конструкциям, безопасности, их быть не может. То есть они все проверены, перепроверены. И все, что отвечает за безопасность, там все соблюдается, как правило, неукоснительно. При приемке квартиры имеются в виду дефекты, которые мы там можем обнаружить. Это те, которые связаны именно с отклонениями. В самом помещении. В самом помещении. Конкретно в квартире, да? Конкретно в квартире. Не в доме, а конкретно в отдельно взятой квартире. Для собственника, почему эти нарушения лучше выявить? То есть для того, чтобы сэкономить в последующем на ремонте. Да, очень актуально и главное. Да, так как сейчас стоимость квартир неуклонно растет, и стоимость ремонта, и отделочных, строительных материалов постоянно повышается. И об этой экономии необходимо думать с самого начала. То есть с приемки этой квартиры надо выявить, где что нарушено, и требовать устранения этих нарушений от застройщика. Таким образом можно сэкономить существенные деньги. Хорошо. Оксана, у меня тогда к вам вопрос. Вот люди получили, да, то есть некое, я так понимаю, что это? Заключение, акт, да? Ну, документ. Да, документ от эксперта-строителя по поводу своей будущей квартиры. Вот какой дальше юридический механизм? Как это происходит? Ведь они же наверняка, если там обнаружены какие-то дефекты, хотят их устранить. Конечно, и сделают совершенно правильно, если попытаются их устранить. Потому что закон, регулирующий данные отношения, предусматривает определенный механизм и, соответственно, права участника долевого строительства. И вот в случае, если объект долевого строительства создан застройщиком с отступлением от условий договора или тех обязательных требований, о которых мы говорили, соответственно, у дольщика появляется право потребовать от застройщика либо безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо соразмерного уменьшения цены, либо возмещения своих расходов на устранение этих недостатков. И в случае, если нарушение требований имеет существенный характер, то у участника долевого строительства появляется и вовсе право расторгнуть данный договор. И важно отметить такой момент, что условия договора, которые освобождают застройщика от ответственности за недостатки объекта, являются уничтожными. Вот как это на практике, Алексей, происходит? Выявлены недостатки, да? То есть, и что? В письменном виде это все... В письменном виде необходимо все это предоставить, отразить это в акте приема-передачи. То, что собственник не согласен принимать квартиру с выявленными недостатками и направить эту претензию застройщику. Как правило, это происходит в момент приемки или в какие-то там день-два после. К этому заявлению можно приложить как раз акт осмотра, выполненный специалистом, в котором все недостатки будут приведены. И направить это застройщику и требовать их исправления. Как быстро на практике это происходит? Либо это надо как-то судиться, или у застройщика есть какой-то срок, чтобы исправить это? У застройщика есть разумный срок. Вот именно о нем говорит закон. Я при подготовке к нашей передаче изучила несколько договоров для его участия в строительстве. Так вот там этот срок зафиксирован именно договорными условиями. И срок, на который я обратила внимание, составляет 30 дней. То есть, застройщик посчитал этот срок разумным для устранения таких дефектов. То есть, это достаточно, как правило, на практике? Ну, я думаю, что да. Ну, встречаются очень часто это 45 дней. Большинство застройщиков ориентируются на 45 дней в течение которых все обнаруженные недостатки в квартире будут устранены. Ну, вот это может быть и 30, и 45. Ну, на практике они действительно устраняются? Большинство дефектов, они устраняются на практике. Либо, в зависимости, опять-таки, от застройщика, это может быть некая компенсация. Бывает компенсация и материальная, и, ну, то есть, в виде прям физически каких-то материалов строительных, например, дополнительная штукатурка. Либо это компенсация деньгами. То есть, в целом, эту ситуацию можно урегулировать юридически, я так понимаю? Вполне. Вполне, да? Хорошо. Так, значит, давайте тогда вот подведем некий итог. Семья хочет купить себе новую квартиру в новом многоквартирном доме. В первую очередь она обращается к юристу, детально изучает будущий договор, который она планирует заключить застройщиком. Дальше семья отправляется в поиск такого специалиста, как эксперт-строитель. Все эти вопросы регулируются отдельно с юристом, отдельно со специалистом-строителем, который одновременно вместе с покупателем осматривает дом, да? То есть, квартиру, точнее, которую они планируют купить. Получает заключение ваше, то есть, акт, да, осмотра, где вы будете указывать, какие выявлены дефекты и так далее. Все это передается непосредственно застройщику. Он это устраняет-30-45 дней в течение этого времени по-разному, да? То есть, он может это материально компенсировать, либо деньгами, либо сам это все устранить. Все зависит от тех самых дефектов. И то есть, я понимаю, что вот эта вот процедура все гладко прошло. И на этом этапе можно сказать, что человек, семья, которая планирует купить эту квартиру, в общем-то, сэкономили себе нервы, время. Ну и главное, я как понимаю, деньги в этой ситуации, да? Хорошо, а тогда у меня к вам такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, вы прекрасно живете в своей квартире, которая купила, проходит год-два, может быть, три или больше, и вдруг обнаруживаются какие-то такие дефекты, но которые просто на начальном этапе никак не могли быть обнаружены. Что я имею в виду? Ну, предположим, это, может быть, появилась плесень. Может быть, стала мокнуть стена по причине того, что течет с крыши. Ну, в общем-то, я думаю, что, Алексей, вы много таких каких-то примеров и так можете знать. Вот как быть в этой ситуации? Все хорошо было, новый дом, казалось бы, да? Все строительные нормы гарантированы, потому что государственная секция контролирована. Смотрите, действительно, такие ситуации встречаются, когда уже в процессе эксплуатации выявляются те или иные недостатки. В первую очередь, при обнаружении таких недостатков, необходимо обратиться к застройщику в период гарантийного срока. То есть у нас на инженерные системы это три года, и на несущие конструкции пять лет. То есть при возникновении каких-либо недостатков первым делом мы должны уведомить об этом застройщика и требовать их устранения и выявления причин, почему это происходит. И дальше застройщик уже своими силами исследует этот вопрос и принимает меры по гарантийному обслуживанию. Так, а если застройщик никак не хочет реагировать, Оксана, как в этой ситуации? У нас традиционный путь. Наш покупатель недвижимости отправляется в суд. Естественно, нужно сначала соблюсти претензионный порядок. То есть я рекомендую обратиться к застройщику. Он опять обращается к юристу, формулирует претензии свои к застройщику, опять же, облекает их в письменную форму, передает застройщику. И если застройщик никак не отреагировал вообще, либо не устранил выявленные недостатки в установленный срок, то, соответственно, покупатель у нас отправляется в суд. Что важно здесь отметить? Такой момент, что застройщик у нас действительно, как верно сказал Алексей, несет ответственность в течение гарантийного срока. Это не менее трех лет на оборудование, не менее пяти лет на самообъект недвижимого имущества. Но если застройщик докажет, что даже в течение гарантийного срока недостатки возникли не по его вине, то тогда застройщик от ответственности освобождается. Что это может быть? Например, нормальный износ помещения. Например, нарушение требований технических регламентов уже участникам долевого строительства. Ну, то есть обратиться к той самой плесени, ведь у нас же и покупатель может не совсем верно эксплуатировать жилое помещение, не проветривать его. Но причины могут быть разные. И в том случае, если покупатель нарушил еще и требования инструкции, которые ему передал застройщик при покупке жилого помещения, то здесь застройщик также ответственность нести не будет. Хорошо. То есть ответственность не безусловная. А как нам понять, кто в этой ситуации мог быть виноват? Застройщик или сам покупатель, владелец этой квартиры? То есть я так понимаю, что, Алексей, это какая-то экспертиза должна быть проведена? Ну, смотрите, в первую очередь застройщик привлекает либо своих специалистов, которые у него в штате, для исследования данной проблемы, вот обнаруженной. Если же не получается выяснить причину, то тогда привлекаются экспертные организации, либо эксперты-строители, обладающие необходимой инструментальной базой. в том или ином вопросе, для выявления причин возникновения этих дефектов. И вот когда эти причины установлены, тогда, да, дальше и необходимо решать. То есть это гарантийный случай или же это неправильная эксплуатация помещения. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот я думаю, что это тоже будет полезная информация для наших зрителей и слушателей. Я часто встречаю два таких термина. Это судебный эксперт, да, то есть как бы и специалист-оценщик. В чем между ними разница, одно ли это и то же лицо, и как это вообще? Смотрите, здесь момент такой. Судебный эксперт становится именно судебным в результате какого-либо постановления, там, определения суда, постановления прокуратуры. То есть это госорган наделяет его полномочиями провести то или иное исследование. И когда такой документ вынесен, специалист становится экспертом, именно судебным. И главное его отличие от специалиста – это уголовная ответственность. Специалист – это мнение, он высказывает свое мнение по той области знаний, в которой он является сведущим. А эксперт, он проводит исследование того круга вопросов, которые поставил суд или другой орган. И по результатам исследования, то есть выносится заключение эксперта, которое именно основывается на фактах, и оно должно быть проверено, его можно проверить и как бы доказать, что все выводы эксперта, они обоснованы. Обоснованы верны, я так понимаю, да? Так, хорошо, что ж, тогда подведем некий определенный итог по теме нашей программы, да? То есть, значит, получается, что семья, которая планирует себе купить квартиру в новом доме, в первую очередь необходимо обратиться к юристу за помощью для того, чтобы совместно разобраться в договоре, урегулировать все нюансы перед заключением сделки. Дальше семья ищет специалиста, эксперта в этой области, который поможет им осмотреть эту квартиру и, как бы, скажем, сделать акт осмотра этого помещения, будущей квартиры. Я так понимаю, что вот эти все этапы благоприятно будут пройдены. Человек благополучно может купить себе квартиру, сэкономит нервы, деньги на будущий ремонт, и все оттуда вот такие хорошие вытекающие обстоятельства. А также должна заметить, что, как я понимаю, новый дом многоквартирный, он контролируется государственной инспекцией. То есть, уже человек в каком-то смысле застрахован в своей покупке, что серьезных каких-либо нарушений конструктивных, да, строительных не будет. Теперь я хочу вам задать такой вопрос, как может быть в качестве будущего анонса наших передач, потому что в рамках одной передачи невозможно рассмотреть все объекты недвижимости. Но могу себе абсолютно предположить, что среди наших слушателей и зрителей по-любому есть люди, которые, например, планируют купить тонхаус. И вот скажите, пожалуйста, порядок для таких людей, которые планируют покупку тонхауса, такая же, как мы обсуждали по поводу покупки квартиры, или есть свои нюансы? Александр, здесь порядок в целом будет примерно тот же самый, потому что это тот же объект недвижимости, это, опять же, требования качества, о которых у нас очень много рассказал Алексей. Но мы все знаем, что тонхаус — это, по сути, своя квартира с земельным участком. И вот как раз в этом самом земельном участке иногда и кроются всякие сюрпризы, нередко коварные. Ведь бывают случаи, когда земельный участок остается у застройщика, а человек, приобретающий тонхаус, полагает, что он приобрел не только объект жилой, но еще и прилегающий к нему земельный участок. И вот здесь важно изучить статус именно этого земельного участка. Он может остаться в собственности застройщика, он может передаться в собственность покупателю самого жилого дома. И если участок остается в собственности застройщика, то важно понимать, что у пользователя таунхауса будет лишь только право использования этого земельного участка. А вот на каких условиях и как, соответственно, это определяется уже договором. Нет, я думаю, что мы обязательно в отдельной программе раскроем эти моменты. Но это как минимум должна быть целая передача, потому что там вопросов очень много. Да, целая передача, я думаю, что мы какие-то безусловные примеры приведем, потому что это очень важный нюанс. Представляете, человек хочет расширить свою жилплощадь, купить там хаус для семьи. Он действительно предполагает, что там, как обычно рекламируют, одна-две сотки, парковка и плюс место для отдыха. А кажется в итоге, что вообще-таки, можно сказать, вы арендуете это место. Ну, по сути, это может быть действительно аренда, и на нем нельзя разместить какие-то постройки. Может быть, можно поставить мангал, к примеру, чтобы пожарить шашлык, и все на этом. Хорошо. А предположим, другой вариант, когда семья, допустим, хочет купить земельный участок с дальнейшим, чтобы построить там дом. А вот эта процедура как? Что вы посоветуете человеку на этом этапе? Это процедура наиболее сложная из всех реализуемых. Поэтому здесь необходимо в первую очередь обращаться к специалисту-строителю. Так, вот подождите, давайте резюмируем. Значит, если речь идет о покупке танхауса, мы обращаемся в первую очередь к юристу. Правильно я понимаю? Да. Если же вот как раз мы сейчас заговорили о покупке земельного участка, мы все-таки обращаемся к такому специалисту, как вы, Алексей. Конечно. Надо найти в первую очередь специалиста-строителя. Потому что от выбора участка напрямую зависит стоимость строительства. Человек опытный в сфере строительства может заранее оценить все те издержки, которые в будущем могут произойти. Чем участок будет удобнее под конкретно ваш объект строительства, ну какой-то проект вы, может быть, присмотрели, Чем этот участок будет более удобен, соответственно, тем дешевле будет строительство. Если же выявятся какие-то негативные факторы, которые удорожают стоимость строительства, то эксперт вам может сразу об этом рассказать и объяснить, в чем эти факторы проявятся в будущем. И какая примерно стоимость, ну, реализации тех или иных решений. Поэтому в первую очередь надо обратиться к эксперту-строителю, подобрать участок под ваши задачи. Когда участок найден необходимый, дальше мы обращаемся к юристу, потому что его необходимо приобрести. Хорошо. А я так вот просто обоим вам задам такой вопрос, да. Земельный участок, как я понимаю, это процедура намного сложнее на сегодняшний момент. Конечно, сложнее. Здесь важно при приобретении земельного участка понимать, в каком статусе находится этот же земельный участок. То есть предполагается ли на нем строительство? Вообще есть участки, которые это исключают. Но я часто также сталкиваюсь с другой проблемой, как вопрос коммуникации. Ну, это очень интересный вопрос. В моей практике были случаи, когда приобретатель земельного участка полагал, что он приобретает одновременные коммуникации. Канализацию, водопровод и так далее. Он мне это утверждал. Потом в дальнейшем, естественно, я изучила договор, и в этом договоре не было ни слова о коммуникациях. Он просто приобрел земельный участок. И ему пришлось осуществить колоссальные вложения для того, чтобы провести коммуникации. И речь шла о сотнях тысяч рублей. В одном из случаев это даже было несколько миллионов. То есть получается, что вот как раз на покупке участка и дальнейшего строительства домов может ожидать человека больше подводных камней? Человека, безусловно, будет ожидать масса подводных камней. И в индивидуальном жилищном строительстве. То есть все риски человек берет на себя. Государство здесь никак не участвует. Не регулирует. Никак не регулирует эту отрасль. Естественно, есть строительные нормы и правила. То есть если вы закажете строительство дома у некой подрядной организации строительной, они обязаны соблюдать минимальные, скажем так, требования строительных норм. Но государство в контроле и в регулировании здесь не участвует. То есть там нет никаких контролирующих органов. Все риски, они лежат на вас. То есть либо вы доверяете строительной организации, либо вы также привлекаете технадзор, то есть эксперта-строителя для осуществления строительного контроля в ходе строительства. Но это уже когда вы нашли участок, решили, что строить, нашли подрядную организацию. И тоже надо нанять специалиста-строителя для контроля. В противном случае бесконтрольная стройка, она, как правило, приводит к колоссальным затратам на исправление каких-то дефектов. А можете какой-то пример из практики вообще? Вот коротко какой-нибудь пример привести, чтобы нашим слушателям и зрителям это запомнилось? Смотрите, такой банальный пример. На одном объекте, то есть строился плитный фундамент, это все заливается бетоном. И подрядная организация просто забыла положить канализацию. И залили бетоном. И никем эта стройка не контролировалась. То есть все было на честном слове подрядчика. И вот когда уже возвели стены, оказалось, что канализации нет. И никаких там труб никто не положил. Просто про них забыли. И это выросло в огромную-огромную проблему, чтобы эту канализацию реализовать в таком доме. То есть нет неразрешимых задач. Вопрос о цене. И когда ошибки допускаются серьезные, то подрядчик может либо потребовать деньги дополнительные, либо делать некачественно, исправлять свои же ошибки. Получается за счет своего клиента. Да, но как правило, исправление всех ошибок происходит за счет заказчика. В той или иной степени это при неконтролируемой стройке. То есть поэтому в индивидуальном жилищном строительстве специалист по строительному контролю, он должен быть обязательно. Это экономит огромные суммы денег. То есть это сотни тысяч рублей. Да, я думаю, и нервы экономят. И нервы, естественно, экономят, потому что такой специалист может вам объяснить, то есть обоснованными являются требования строителей, или же какие-то технические решения, которые они применяют, или необоснованные. То есть они, строитель со строителем, будут говорить на одном языке. И вам не надо спорить, будет и доказывать какую-то правоту подрядной организации. Это очень такое степень. Я думаю, что у нас обязательно на эту тему будет отдельная передача, потому что очень много различных примеров, которые я встречаю в различных социальных сетях, которые люди делятся в своем опыте. И я думаю, что как раз проблема заключается в том, что люди упускают какие-то этапы, начинают покупки квартиры, тенхауса, земельного участка. То есть многие пребывают в некой такой эйфории, иллюзии будущей своей покупки и, соответственно, принимают неверные решения, которые не только нервы, но и финансы могут очень сильно обесточить в семье в этой ситуации. Что ж, я хочу подвести итог. Поблагодарить вас сегодня за нашу, очень, на мой взгляд, получилась у нас интересная беседа. Я очень надеюсь, что мы были полезны для наших слушателей и зрителей. Они получили ценные от вас советы. Поэтому благодарю вас, что вы были у нас в эфире. У нас сегодня в гостях был эксперт-строитель Алексей Федоров и адвокат наш Оксана Дмитриева. Это была программа «Тема дня», наша рубрика «Городская среда». С вами Александр Ганопати. До новых встреч в эфире. До свидания. Спасибо.